Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотела бы показать вам пряжу, которую я заказала в магазине Ostex и сравнить ее с пряжей, которая у меня есть. Она из магазина Дом Пряжи. Это хлопковый шпагат. Собственно, я хотела рассказать вам, в чем разница между этими пряжами и также посмотреть, в чем плюсы и минусы. Эту пряжу я пока отложу, а новую пряжу мы с вами откроем вместе. Вот так это выглядит. Пряжа, как видите, упакована. Значит, это у нас хлопковый шпагат фисташкового цвета, 4 мм, 100 м в намотке. И хлопковый шпагат ванильный, 4 мм, 100 м тоже также в намотке. Давайте сейчас откроем и посмотрим, как он выглядит. Конечно, сразу бросается в глаза. Это очень приятно, что шпагат упакован. Потому что зачастую бывает, когда покупаешь пряжу, она лежит без упаковки, и из-за этого пылится. И на хлопковый шпагат очень хорошо оседает пыль. И потом уже при плетении, возможно, вы обнаружите, что когда вы плетете, мелкие частицы пыли начинают летать. И, в общем, это не очень приятно. В принципе, визуально я могу сразу сказать, что они не особо отличаются. Единственное, что в доме пряжи в последнее время вот такой вот крученый шпагат. И мне кажется, он то ли более сильно намотан, то ли что. Ну, в общем, он выглядит немножко иначе, чем обычно. Вот этот более мягкий, более такой, видите, расслабленный. В принципе, когда начинаешь плести, он даже начинает расслабиваться на отдельные нитки. Здесь у нас тоже такой не сильный на крутке, скажем так, шпагат. Мне кажется, по ощущениям, вот я трогаю, что шпагат из Остекса, он более такой плотный и более широкий, как мне кажется. То есть он все равно поплотнее. Такой шпагат я взяла бы для плетения различных панно. И мне кажется, что он отлично для этого подойдет. Опять же, в силу того, что вот я вижу уже сейчас, что он, в принципе, достаточно плотный. Этот шпагат более мягкий из дома пряжи. Вот, а этот шпагат более плотный, и он хорошо будет держать форму. И, соответственно, когда вы будете плести узлы, узлы будут выглядеть более аккуратно и хорошо держать форму. А этот шпагат я бы посоветовала вам в качестве пряжи для создания, например, макромы сережек. Она очень нежная такая пряжа, мягкая. Мне безумно нравится цветовая гамма, которая представлена в магазине Дом пряжи. Но для плетения панно она все-таки немножечко мягковата. То есть хочется шпагат, но чтобы он был более такой плотный и, опять же, держал форму. Вот. Собственно, я хотела протестировать этот шпагат в деле. Я приготовлю для вас мастер-класс. Посмотрим, как он будет держаться. Вот. Цвет фисташковый. На самом деле, мне очень нравится. Я думала, что... Я переживала, что он будет более такой кислотно-зеленый. А он оказался достаточно приятного. Действительно, такого, можно сказать, пастельно-зеленого цвета. Действительно, похож на фисташковый. Ванильный оттенок красивый. Классический. Из него, в принципе, большинство изделий плетется. Если вы посмотрите в Пинтересте, большинство макромых изделий делается именно из такого материала. Вот. Ну, это, собственно, все, что я хотела сказать. А, да. И по цене. По цене у нас получается, что вот такой моток 70 метров стоит 195 рублей. В нем 70 метров. А вот такой у нас стоит 100 метров 319 рублей 73 копейки. Даже вот так. И получается, в зависимости от того, какое изделие вы хотите сплести, вы можете попробовать ту или иную пряжу. Но на моей практике эту пряжу я советую использовать в тех изделиях, которые не обязательно, чтобы держали форму. Возможно, опять же, это какие-то украшения, это какие-то салфетки. Вот такая пряжа подойдет идеально. А вот такой вариант уже может подойти для различных ковриков, для различных панно и так далее. Ну, я надеюсь, вам понравился этот небольшой обзор. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующих видео. Всем пока!